Здравствуйте, зрители и подписчики моего канала Дмитрия Микрофона. У нас очередное событие в игре в тылу врага Штурм 2. Вторая мировая война, 1944 год. Союзники против Третьего Рейха. Недалеко от линии Зигфрида. Как вы можете знать, союзники активно продвигаются по всей Франции. И линия Зигфрида осталась заброшенной. Ее сейчас активно строят, достраивают. То есть укрепляют. И те немцы, которые остались, они прикрывают строительство, подходы к линии Зигфрида. Они попытаются замедлить продвижение союзнических войск на этом участке фронта. Укрепления немцев состоят из четырех этапов. Вот это первая линия. Самая укрепленная. Это вторая линия. Менее укрепленная. Это третья линия. Также хорошо укрепленная, потому что она идет через реку. И несколько есть проходов. Но это я вам покажу потом. И четвертая. Это резервная линия. Особо там сильного ничего нет. Так что если вражеские танки прорвут ее, у немцев останется мало шансов. Так. И давайте рассмотрим сначала первую линию обороны. Первая линия обороны. В каждом сидит отряд. Отряд немцев из десяти человек. Два человека имеют УГ-43. Один имеет СТГ-44. Три карабина. И три МП-40. Также один парень с МГ-42. В этой части также стоит стрелковое отделение. Один Зондеркрафт. Зондеркрафт-фарцог. Последних моделей. Сзади у них есть пулемет МГ-34. И спереди также МГ-34. Хорошая машина против пехоты. И как она тут называется? Господи, всегда забывай. ПАК-40. ПАК-40. Так. Что здесь? Одна Зондеркрафт-фарцог ранних моделей. Но на нее поставлена пушка 28-мм. Она, кстати, имела хорошую пробивную способность. Не считая своего калибра. Она достаточно была хороша. Она даже стояла на вооружении немецкой армии и прочих армий после войны. Ее использовали. Один Панцер 4-й последней модели. Который уже был, как я уже не раз говорил, морально устаревшим. Там будут говорить, о, там, он супер был. Он был супер до 43-го года. Он был супер машиной. Пока его не начали делать с дешевых материалов. А дешевый материал это другая компоновка брони. Те 80 или там, ну, 80 миллиметров. Это не те 80 миллиметров 43-го года. Дальше ПАК-40. Много стрелковых отделений. Есть пулеметчик. Еще один... А, нет, это ПАК-38. 50-ти миллиметровый. Дальше огромное количество стрелков, автоматчиков. ПАК-37. О, ФЛАК-37. 88 миллиметров. Ну, тут его только... Он один здесь. Он один, больше таких нет на карте. Так, пулеметная точка, стрелковое отделение. Еще одна пулеметная точка. И еще одно стрелковое отделение. И тут стрелковая секция. Это штурмовая секция. Там МП-40. Три штуки и два парня с винтовками. Тут два ПАК-40. Охраняющих. Подходы. Кстати, у них хороший такой радиус обстрела. И хорошее укрепление. И здесь ПАК-37. Хорошо спрятанный. Которого трудно увидеть. Погода не самая лучшая, как вы можете увидеть. Так что будет очень трудно. Союзникам атаковать их. Атаковать германцев. Ну, или немцев. Немцев. ПАК-38.1. Здесь Пантера. Вот, как можете видеть. Вот эта красавица. Прячется тут за камнями. Хорошая у нее позиция. И с этого фланга она хорошо прикрыта. Так, здесь зондер Крафт Фарцойк с 20-ти миллиметровым флагом. Если я не ошибаюсь, флаг 37. Они как-то так называются. Ну, 20 миллиметров калибр. Стрелковое отделение. Даже два вроде стрелковых отделения. Нет, это одно стрелковое отделение. Так. Ну, тут тоже стрелковое отделение. Но мы уже посмотрели. Это первое. Так. Панцер 4. Аж, наверное, он называется тоже последних моделей. Два стрелковых отделения. Один на штук. Также последние модели. Штуков было больше произведено, чем Панцеры в четвертых. Намного больше. Где-то в 65 процентов. Ну, 65 процентов против 35 процентов самих Панцеров. Они очень хорошо отзывались солдаты. Так. Один. Это не ВАСПе. Ну, сейчас я точно скажу. Насхорн. Носорог. Один носорог. Противотанковый. 88-миллиметровую пушка имеет. Но плохую броню. И здесь, как вы можете видеть, французская старая такая танкетка. На нее прикрепили МГ. Там уже нет вот этого французского пулемета. Так. Два Пака 37. Вот когда, знаете, я обозреваю войска, некоторым людям не нравится. Когда я их не обозреваю, мне говорят, почему ты не обозревал войска? Так что, ребята, я буду теперь пытаться делать вам, когда начинается битва, делать время. Так. Одна пушка 28-миллиметровая, которая имела хорошую пробивную способность. Даже иногда получше, чем 37 миллиметров. Азонда Крафт Фаарцойк. Ну, тут пулеметное отделение. Тут также пулеметное отделение. Здесь, здесь. Пак 40. Пак 38. Французский танк. Они активно применялись при защите Франции 1944 года. Вот эти захваченные модели. Хотя они себя хорошо не показали, но их все равно использовали. И они находились в Германии в огромном количестве. Ягдспанцер Хетцер. Который был ужасно неудобен в середине для экипажа. Зондер Крафт Фаарцойк с 75-миллиметровой пушкой. Хорошо служил для подавления пехоты и прикрытия наступлений. Но его слабая броня делала его очень уязвимым. Так, давайте еще посмотрим, что тут. Стрелковое отделение. Королевский Тигр или же Королевский Тигр 2. С башней Порше. Так, тут мы уже посмотрели 20-миллиметровый флаг, который будет прикрывать небо. Панцирь Четвертый со стрелковым отделением. Это уже последняя линия обороны. И два стрелковых отделения. Или, да, 20 стрелковых отделения. И тут находятся в лесопосадке две пушки 28 миллиметров. Ну что ж, ребята, надеюсь, вам понравится. Пишите свои там возражения, предложения. А, еще броневик. Еще броневик, 20-миллиметровая пушка у него. Если у вас здесь какие-то предложения или еще что-то, можете, конечно, писать. И я все читаю. Так. Хорошо. Поехали. Поехали. А, конечно же, союзники. Союзники имеют огромное количество танков Шерман последних моделей. Есть, конечно, ранних моделей. Они тут в огромных количествах. Но есть и Джамбо. Есть и Файерфлай. Есть и вот эти с артиллерийской установкой. Некоторые БТР и БМП есть. Вот, например, вот эти с 20-миллиметровой пушкой. Вот эти с 37-миллиметровой. Маленькие броневички. Ну и прочие. Есть даже с Максоном. С Максоном противовоздушным. Он, кстати, был очень хорош. Но его долго нужно было перезаряжать. Так. Вот с чего состоит отряд. Американцы. Автоматы, пистолеты, пулеметы Томпсона. Три штуки. Четыре штуки даже. Раз, два, три, четыре. На, четыре. Не, три. Три вот этих, как они, Гарант. Одна винтовка 1900 какого там года. Не помню. 1908-го. 1916-го. И вот эта такая винтовка. Такая прикольная. Я забыл. Джонсона вроде она называется. Вот есть и Вулверайн. Ну и разные. Ну, ребята, надеюсь, вам понравится. Ну что ж, поехали. Стартуем. Начинается огонь. Уже один подбитый Шерман. Два подбитых Шермана. Даже вот третий подбитый Шерман. Там что-то взорвалось. Даже подлагало. Так, панцир четвертый. Панцир четвертому очень плохо. По нему тут попали. Скорее всего, экипаж не выжил. Ведутся ожесточенные бои. Пушки пытаются поразить вражеские танки. Господи, вот это, вот это танки. Я очень много проигрывал эту битву. Мне было очень интересно смотреть, как все происходит. Потому что количество сожженных танков, которые в этой битве есть, это просто невероятное количество. Сразу мне напоминает войну Франции, вот эту раннюю, 40-го года. 1940-го года. Так, еще один панцир четвертый подбитый. Но немцы сами собой уже потеряли огромное количество техники. Главная их линия обороны была пробита. Теперь идет вторая линия, которая тоже хорошо укреплена. Там есть пантера. Которая вот получила уже два пробития. И еще два пробития в пушку. Но до сих пор она держится. И отстреливается. Подожгла один танк. Но союзники не отступают и продвигаются дальше. Еще один джамбо. С двеноствольной пушкой. Сгорел. Все. Пантера уже вне рабочем состоянии. Было два очень сильных пробития. Которые сделали огромный урон. Только что подбили еще 20-ти миллиметровую пушку. Проблема эти взрывы. Эти взрывы, которые убивают пехоту. Американскую пехоту. Так, но еще они уже преодолели почти два, почти две линии обороны. И у них остается еще достаточное количество танков. Ну, то есть у союзников. Достаточное количество танков. А где же пехота союзников? А, вот она, бежит. Вместе даже с танкистами. Так, там Вулварайн. Танки проходят мимо. Так, а что здесь? Пушки удачно отстреливаются. Также вот эта 38-миллиметровая пушка. Она почему-то не стреляет сейчас. Она вроде уничтожила вот этот броневик. Фаерфлай находится под обстрелом. Его уничтожили. Что это тут случилось? Фу-фу-фу. Так, вместе с артиллерией пехота продвигаются. Все, уже они проходят через реку. Стреляет 20-миллиметровая пушка. Сейчас нужно посмотреть, как там королевский тигр. А королевский тигр ему выбили пушку. А без пушки вы знаете, что тут огромные проблемы у него. Так, люди пока не отстреливаются. То есть военные не отстреливаются. Максон расстрелял два экипажа пушек 37-миллиметровых. Но по нему только что попали из дальней позиции. Уже две линии немцев прорваны. Господи. Как быстро королевский тигр уничтожен. А еще и в лоб. Попадание по Шерману. Второе попадание по Шерману. Скорее всего люди будут выходить из него. Да, один только выжил. И то его расстреляли на земле. Достаточное количество у американцев техники, чтобы пока что прорвать третью позицию немцев. Ну тут есть и спрятанные пушки, как например 20-миллиметровые. Но мы можем увидеть, что тут уже Шерман уничтожил вот эту позицию. Подожгли снаряды. Две позиции немцев. А, что тут французский танк? Французский танк себя нормально чувствует. Он прикрывает позицию от нападения от нападения немцев. О, нападения союзников. Но в домах еще даже некоторые немцы остались. Так что не стоит забывать, что они еще до сих пор опасны. Выведен из строя панцер четвертый. Так, начинает расстреливать впритык к пехоту. Ужасные разрушения. Но танки уже продвигаются и продвигаются достаточно далеко. Так, что там союзники? Опять вот этими разрывными снарядами какие-то, что поджигают вот эти снаряды все подряд. Пользуются американцы. Их даже не закидывают противотанками и гранатами с окон. У немцев еще есть две пушки у пак 40 и пак 38 или это 37-й пак. Не замечает зондер крафт фарцойк. Так, что-то творится. Ой-ой-ой-ой-ой. Что ж только что выдержало? Шерман Файерфлай. А он получает наверное удары от французского вот этого танка французского производства захваченного ранее. Какие же приятные выстрелы в этом моде. Оттягивает ягдпанцер Хьотцер делая такой живой щит знаете с него. так но до сих пор не видит до сих пор не видит расстреливая пехоту. Ну как же видите даже Шерман Файерфлай который произведен намного позже намного позже в Чар ну то есть Б1 Бис и готов был спрокирован так чтобы бороться с Тиграми он не может пробить Б1 Бис вы это представьте что это значит насколько были мощными вот эти Б1 Бисы фланг заходит Шерман так делает пробоину люди танкисты то есть начинают выходить и что тут американцы заняли уже траншеи вроде уже позанимали но только дальше они еще сейчас будут занимать траншеи так невероятное количество убитых немцев и все-таки американцы прорвались ну то есть союзники прорвались через укрепленные позиции немцев и дальше остается ой-ой-ой и дальше остается пройти к Орденнам к линии Зигфрида то есть путь остается свободным опять забрасывают танк противотанковыми гранатами три попадания есть я не знаю я не знаю отойли от гарнат потому что гарната остает такую же оставляет такое же количество ну такие же попадания первый раз вижу такие осколочно фугасные снаряды вот они наверное только у американцев есть потому что сколько использовал этот вот ни разу их не видел еще так американцы продвигаются их тоже малое количество осталось уличных как таковых боев мы еще не увидели все горит давайте посмотрим как тут все случилось в начале в начале с этой стороны как ни странно не было потеряно ни одного танка ну там в начале ну тут когда они уже подходили огромное количество выведенных из строя танков все они не подлежат ремонту тут броневик два человека осталось не воюет он уже все разрушено вот тут были много домов помните уже не осталось ни одного почти дома тут уже практически людей не осталось так же давайте посмотрим что тут ну думаю можно отдать победу победу американцам так а давайте посмотрим что с тигром вторым случилось тигр второй одно критическое попадание он конечно у меня и выдерживал так еще вот здесь из-под башни он меня выдерживал и по 20-30 попаданий и уничтожал шерманы один за другим ну видите в этот раз в этот раз ему не получилось это сделать ну я бы сказал бой такой был средненький с того что я вот видел с того что я даже хуже среднего вот с того что я пробовал ну надеемся второй бой будет получше так давайте еще раз посмотрим на это действие так старт так только выключу камеру позицию блин нужно посмотреть можно ли клавишами как-то выключить позицию камеры каждый раз по-другому ракеты тут ударяют иногда они не разрушают почти ничего вот например как можете увидеть вот в этой части они только уничтожили экипаж одной пушки в прошлый раз они уничтожили намного больше пушек начинается наступление кстати достаточно хорошо почти танков американцы не теряют но уже начинают действовать как паки 40 ох как подлетело взрыв забирает несколько людей а нет это танкист забирает танкиста вы посмотрите на этот ад который происходит на позиции просто ад пытается отстреливаться но это у них мало получается вот дома выгоряют так что тут ну как я говорил очень быстро уничтожаются очень быстро уничтожаются панциры четвертые тут еще есть штук достаточно удачно отражает атаки противника так же например как носорог всего чудесной 88 миллиметровой пушкой так есть такое одно пробитие даже два пробития пантеры но они достаточного урона не создали тут выезжает шерман фаерфлай и сейчас его будет выход так вы посмотрите сколько пантера выдерживает попаданий даже ей пушку пробили ну и шерман фаерфлай уничтожен тут зондер как раз фаерфлай с флаком достаточно хорошо себя чувствует но уже нет уже нет шерман уничтожен его уничтожили вот эти две пушки 50 миллиметровые так тут сейчас вместе с танками должна действовать пехота которая просто испепеляется достаточно хорошо они держатся я вам скажу так сейчас это мне пишут так о все извиняюсь достаточно хорошо немцы уничтожают пехоту пехоту союзников ой 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 уничтоженный танк вот теперь проблема у американцев это уже не то что первый раз так вот что пантера тут получила не забываем что тигра тигр 2 с башни хендшеля он может уничтожить все что движется кстати это он скорее всего поразил шерман так американцы занимают пока что траншеи и продвигаются дальше ужасный ад просто творится видите люди которые например здесь бегут они не знают что там подальше вы на это посмотрите стоишь такой возле этого всего и не знаешь что что делать очень быстро все закончилось очень быстро ну блин так что же они будут делать он скорее всего танкистов расстреливает потому что пехота не дошла скорее всего господи а нет еще вы посмотрите я думал что это уже последние шерманы что остались но скорее всего они просто были где-то застряли и теперь выбрались и вместе идут так сейчас будет выстрел опять выстрел тигр второй разворачивается и делает выстрел ответ в шермана уничтожая его вы на это посмотрите еще один шерман подходит по нему попадают он тоже экипаж тоже вылазит из него и все ну третья линия обороны посмотрим что она сможет сделать потому что уже танка практически у американца внутри союзника не осталось он уничтожил первую пушку сейчас наверное вторую пушку уничтожит так есть танки у них некоторые но это уже не танки это уже броневики остались у американца ну если хотите я еще третий раз конечно покажу главное чтобы не вылетела игра потому что иногда она все таки вылетает так идет взрыв танка ему оторвало даже башню взрыв боекомплекта вот так вот так ребята все закончилось вот эти танки подбиты еще даже до сих пор летает один по 51 мустанк все в разрушениях поремонтирует еще свои танки но это будет очень долго это будет очень долго очень много времени занимать ладно еще раз специально для вас третий раз уже начинаю потому что ну ладно такие битвы были более-менее так я же долго обозревал войска придется вам еще раз показать это все что происходит так уничтоженные дома по панциру четвертому уже сделали попадание так ну флаг флаг сейчас будет расстреливать все американские танки господи вы на это посмотрите выстрел из пака заставил взорваться шерма потихоньку потихоньку пехота вместе с танками прорывается очень сейчас в плотном порядке ему шерманы и открывают свой борт для попаданий из 75-ти миллиметровых пушек бронемашины вылазят прям выезжают на гору теряя практически свой весь экипаж смотрите как подавляют траншеи от пулемета союзников вторая линия уже начинает вести огонь пытаясь прикрыть первую линию которая в которой уже не осталось практически бойцов так что они же будут делать опять с пантерой есть одно пробитие два разрушенных трака пытаются в борт пантере наносить удары но это пока у них трудно получается и теряют они шерманы один за другим кому не тут стреляют кто-то в доме наверное находился да так сразу было два рикошета в штук так еще шесть шесть попаданий было два рикошета три рикошета два пробития и одно попадание которое съело броня полностью так вот эти ребята ждут ждут выхода или танков или или пехоты так это кто интересно стреляет по шерманам а это стреляет тигр второй тигр второй достаточно хорошо наверное видит а там врагов ну так между листьями между листьями там просматривается щель такая немцы отчаянно держат свою позицию там американцы сзади атакуют атакуют врага но немцы под сильным огнем пулеметов танков противника им нужно быстро ближе к тигру подходить тут уже сланга а работу это пак 38 так подожгли траншеи союзники что же они будут с тигром вторым делать еще одни траншеи они подожгли все выгорело вот они траншеи все выгорело тигр тигр с башней хэншели вот то есть порше отстреливается но он открывается он открывает свой борт башни и скорее всего кто-то может еще в нее попасть опять осталось немного танков но они уже поразили вот эту центральную точку с двумя паками 38 и начинают напрямую стрелять в тигр все тигр уничтожен он загорел загорелся по бронемашине вроде стреляют с крупнокалиберных пулеметов но пока с пушкой почему-то не хотят работать по ней так тут большинстве идут большинстве идут танкисты вот видите танкист там был справа еще один танкист это по центре парень с Томпсоном и лекарь который вот есть медик который уже погиб да тут они заняли хорошую позицию но линия обороны с МГ-40 о МГ-42 опять опять какими-то зажигательными снарядами атакуют вот например как вот здесь подожгли огромное количество солдат а солдаты бегут опять видите еще одно такое попадание этим снарядом зажигающим отстреливаются танкисты вы посмотрите вот ну вот это и зажигательные снаряды хиоцер до сих пор держится а ему бы выбить трак и потом зайти в борт так почему они там стреляют там есть а немец как панцер хиоцера расстреливает всю пехоту которая выжила у американца не давая ее возможности атаковать так ну посмотрим справится ли шерман вот с этой короткоствольной пушкой а по нему попали скорее всего сейчас экипаж весь вылетит а нет не вылетел смотрите на это пробитие там было хиоцера зомбер крафт фарцой с 75 миллиметровой пушкой был выведен из строя так максон работает максон работает по траншее люди пытаются его додавить и вынести вынести человека который сидит за максимумом так что тут джамба сделает траншея находится под шквальным огнем и скорее всего американцы победили идут штурмы зданий уже последние штурмы зданий все все так фаерфлай выходит в сторону в сторону что он сделает с этим танком французского производства но его не едет или что валит одно дерево что же он будет делать а нет там уже людей нет он уже был раньше уничтожен потому что видите там кисты расстреляны зажигательным снарядом зажигательным снарядом американцы ложат всех всех немцев которые там были сейчас чтобы лес еще не загорелся он кстати может загореться нет не загорелся лес все захватили все захватили и удачно удачно будут продвигаться дальше конечно понесли само собой огромные потери и так понесли они огромные потери как американцы так и немцы все разрушено некоторые дома вы посмотрите на это посмотрите только фундамент остался и кусочек дома там танки проезжали все сломано все повалено я не знаю машина это стояло вот здесь я не знаю кто ее отодвинул как она не взорвалась после этого домов домов почти не осталось все сгорело надеюсь ребята вам понравилось с вами был Дмитрий подписывайтесь ставьте лайки пишите конечно же свои комментарии я все практически все читаю так что не забывайте я прислушиваюсь каждому комментарию всем пока пока Продолжение следует...